Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы снова предлагаем вам смотреть сквозь судьбы. И сегодня в эту программу пришел зам главного редактора телерадиокомпании «Моя Удмуртия» Сергей Анатольевич Косаткин. Здравствуйте! Добрый день! Так официально. Можно Сережа, как обычно? Можно по-свойски, да? Да, спасибо, Сереж. Много лет знакомы, на радио в том числе начинали на «Моя Удмуртия» практически в одно время. И я не знаю твою историю, как ты пришел в журналистику. В начальных классах у меня было четкое желание пойти, получить профессию машиниста и водить тепловозы, электровозы. Техника мальчика увлекала. Да, да, да. И после вот девятого класса даже ко мне приезжали из Зуевки, там училища по подготовке специалистов для железной дороги, приглашали меня. Но, к сожалению, на машиниста я не тянул по состоянию зрения, предлагали другие профессии, но это мне не надо было. А тогда можно было остаться вот там, в Глазове, да, если поступать на машиниста? Можно было. Но в то же время я все же решил окончить среднюю школу. И уже после окончания, в конце, где-то за месяца два, учительница удмуртского языка говорит, «Давай, попробуем на факультет удмуртской филологии». Ну, я, ну, давайте, говорю, попробуем. Она еще говорит, а может, теперь география неплохо пойдет. Нет, давайте, говорю, на удмуртской остановимся. Подался я в Ленина в факультет удмуртской филологии, чудным образом я туда попал. И вот с тех пор плотно изучал русскую, удмуртскую литературу и языки. Ну, в принципе, эта тема для меня была интересная. Оказалась близкой. Да, преподавательская литература. А что была за тема дипломной работы, творчество какого-то? А тема дипломной работы была еще намного серьезнее, чем вы можете даже предполагать. Это тема самоубийства в удмуртской литературе. У меня научный руководитель Виктор Владимирович Шибанов. И, в принципе, данная тема – это мифология, какие-то там нереальные вещи. Для меня это были всегда очень интересные. Философия, ментальность удмуртская. Да, философия, ментальность удмуртская, какие-то мифы, легенды, какие-то предания. То есть вот все это переплеталось, и на литературу удмуртскую я смотрел уже совершенно по-иному. А если читаешь просто, как обыватель одного произведения, это совершенно по-другому. А когда начинаешь рассматривать с точки зрения мифологии, еще чего-то потустороннего мира, совершенно по-другому воспринимается произведение. И для меня, в принципе, это было довольно интересно. Сереж, ну ведь дальше, скажем честно, на филологическом факультете, я тоже его выпускница, парней-то раз-два и обчелся. Ну да, в принципе, в науку прямой путь вроде бы не мечалась. А так она и складывалась. Дело в том, что да, уже на пятом курсе перед окончанием мне предложили поступить в аспирантуру Фому Кузьмичу Ермакову, знаменитому, и я поступил. Я отучился два года, но, к сожалению, так получилось, что я, журналистика, радио, журналистика меня так втянула в свое русло, что я как-то вот аккуратно от этого отошел. Ну, сейчас даже в какой-то степени жалею, но, может, со временем еще буду больше жалеть, но на данном этапе вот что свершилось, то свершилось. Что так тебя вдруг вот... Ты знаешь, я не особо планировал раньше, на загодя вперед, где я буду, что я буду. Вот как судьба меня вела, и вела, вот, скажем, в пришколе меня вела моя учительница. Получилось, она меня откорректировала, куда мне поступить. Дальше научный руководитель Виктор Леонидович Шибанов, он тоже меня откорректировал в нужном направлении обучения. И потом уже после этого редактор дома радио Раиса Куликова тоже подключилась. Ко мне, скажем, когда я пришел на радио, и тоже они вели меня каким-то образом какое-то время по жизни. Ну, я не особо задумывался, куда я иду, как я иду. Сегодня есть работа, ладно, прекрасно, хорошо. Мне главное нравится, я получаю от этого удовольствие. Вот это очень важный момент, с другой стороны, да, бросаться во все тяжкие, да, включаться в любые авантюры. И да, журналистика для меня была очень интересной. Ну, в принципе, вот на подсознательном уровне еще в детстве, да, я вот сейчас начинаю вспоминать, я любил читать районную газету, и там были короткие новости, я их зачитывал. Я никогда не думал, что я буду ведущим. Ты будешь диктором сам. Никогда не думал, но мне это просто нравилось, читать вот эти новости громко. На аутмуртском. На аутмуртском, на русском они были, да, на двух языках, я с удовольствием читал. И вот, когда я пришел на радио, я тоже работал сразу, зацепился как-то и за русский, и за аутмуртский язык. Вел программу на двух языках, сразу и на русском, и на аутмуртском. На большее, конечно, я информационщик голимый, вот чистая вода информационщик. Новости больше нравится. Новости, вот оперативные такие, свежие, вот на данную минуту, на данную секунду то, что происходит. И многие годы, ну, года 3-4 я работал редактором по Адмуртии, радиожурналы между Волгой и Уралом. Это на 7 республик нашего региона выходит такой радиожурнал, он сегодня существует, и я в нем работал. Потом на русских программах, на другой радиостанции я вел программу «Встречи с министром», где еженедельно ко мне в гости приходили министры нашей Адмуртской республики. Ну, тоже довольно интересно было. Я к тому, что вот двуязычие мне, наоборот, очень хорошо помогало. А у меня, знаешь, вдруг сейчас возник такой интересный вопрос, но он может быть чересчур личный. Двуязычие и вот это вот совмещение двух взглядов на мир, да, ну, почему-то вот у нас так принято считать, что если мы говорим о русском и вот об этом периоде русификации, то это обязательно уже связано с православной верой, да. Когда мы говорим о будмуртах, мы не можем обойти то, что это все равно язычество. Даже в каких-то уже просто следовых вещах оно осталось в мировоззрении. Знаешь, здесь уже перемешалось, мне кажется, все и христианство, и язычество, условно скажем, действием по ситуации. В лесу, на природе я увидел березку, я общаюсь с березкой, там какое-то другое дерево стоит, тополь могучий какой-то, я с ним тоже могу пообщаться. Душа, для тебя, во всяком случае. Да, для меня, на принципе, она все равно есть. Ты уже давно руководишь национальным вещанием целиком на телерадио компании «Майлудмуртия». Это и радио, и телевидение уже давно. И вот, насколько я понимаю, сейчас приходится работать в таких условиях, что журналисты, ну, в общем-то, тоже рискуют собой в период пандемии, новой инфекции. И как руководитель, наверное, несешь ответственность, и как-то их, может быть, должен замотивировать работать в такой период. Вообще, какие-то сложности возникают с этим в твоей команде, в твоем отделе? Ну, сложности в этом плане, наверное, у нас не так особо много в данный период возникает. Да, проблема, конечно, есть, она не только нас касается, но и все, потому что мы работаем с организациями, культурно-массовые мероприятия мы освещаем, и их сегодня практически нет. Но все равно с людьми, это выезды куда-то, да? Все равно с людьми мы выезжаем, но в данном случае нас вручают современные технологии, это интернет, это онлайн, это скайп, и ежедневно по одному-два репортажа мы делаем вот таким образом. Мы не выезжаем в район, мы пишем условно председателя колхоза, у которого идут весенние полевые работы, он в скайпе нам рассказывает, дальше мы это берем и склеим наш сюжет. То есть, как бы, вот такие формы работы современные мы сегодня используем, не выезжая в районы и в то же время не теряя качество нашего эфира и оперативность. Все сотрудники, которые работают в службе национального обещания, они все активные, с хорошей позиции люди. И многие работают в общественных организациях, и в Удмурт, конечно, и в Удмуртном, конечно, многие прошли через Шунды. Ну, активные люди, активно принимают участие во многих мероприятиях, которые проводятся в нашей республике, в Удмуртской среде, являются соорганизаторами проведения каких-то массовых мероприятий. То есть, берутся за все, что им предлагают. Тем более, они все лицемедийные, их все хорошо знают. Действительно, ты затронул, внеэфирные уже проекты идут. Ну, да. Ну, лькуновидение самое такое традиционное, да, оно есть, типа свежее. Допустим, вот недавно выбирали произведение на тему Великой Отечественной войны, именно музыкальное, новое. Юбилею Победы, да, посвященное. Да, да. Ну, если говорить о идеях, я хотел бы сказать, что все журналисты, которые работают со мной, это творческие люди, а творческие люди, сами понимаете, с одной стороны, очень сложно с ними работать, а с другой стороны, очень интересно, потому что у них очень много идей, огромное количество идей, где-то летают в облаках даже. И, да, мы действительно собираемся, чтобы каким-то образом откорректировать наш план действий, потому что есть одна идея, хорошая, интересная, ее все подхватили, но давайте реализуем от того, какие у нас ресурсы, какие у нас возможности. Это мельконное видение, это тот же проект Эктоника, скажем, Песня года, военно-патриотической песни, вот тоже вот обозначили, да, это тоже важный момент, потому что уже отмечаем 75-летие Победы, и вот пять лет назад мы опомнились, а эфир-то нам ставить песен, связанных с юбилеем Победы, в принципе, нет, это Топольос, Марвойна, это и все, вот за 70 лет, ну вот мурских песен, в принципе, не было, и вот тогда поставили задачу перед собой, и перед мурской общественностью, и перед мурской аудиторией, что нужны они, и народ, наши исполнители откликнулись, и первый конкурс мы провели пять лет назад, это уже нынче второй, мы нынче планировали концерт, гала-концерт, в финале победителей, что профессиональный жюри выбрал, но, к сожалению, коронавирус внес свои коррективы, и, ну, в принципе, мы нашли довольно неплохой ход, в прямом эфире радио Майя Удмуртия запустили СМС-голосование, пустили все эти песни, и любой желающий мог проголосовать за ту или другую понравившуюся песню, тем самым мы выбрали победителей профессионального жюри и победителя зрительских симпатий, в принципе, это то же самое, как и у нас на «Элькуновидении». Ну, «Элькуновидение» тоже имеет своих почитателей, поклонников, что-то будет в этом году. Конкурс нынче у нас будет уже девятый, мы решили провести суперфинал, битва сильнейших, скажем. То есть участники, победители прошлых лет, занявшие первые, третьи места, мы им предоставляем возможность принять участие в этом конкурсе. И планируем, что вот кто победит, получит, ну, такой хороший приз в столетию Удмуртской республики. Как бы мне кажется, вот в рамках столетия такой ход «Элькуновидения» очень даже логичный будет нынче. Я как руководитель пытаюсь зацепиться за те самые интересные идеи, которые могут взорвать нашу Удмуртскую аудиторию, скажем. И по мере возможности вот такие проекты мы пытаемся реализовывать. Ну, конечно, люди растут, они сегодня уже значительно вырастут. Вот люди, которые пришли в 2003 году и сегодня совершенно уже другие люди, совершенно видят себя по-другому. Мы уже организаторы культурно-массовых мероприятий, мы проводим Удмуртский диктант. То есть у нас большой пласт работы в неэфирном пространстве. Ну, тут вот, допустим, с этим проектом все-таки, наверное, была опора и на Министерство национальной политики Удмуртии, да? Да, конечно. Конечно, при реализации наших проектов, всех проектов, большую помощь, кроме нашей телерадиокомпании, большую помощь, конечно, оказывает и Удмуртская ассоциация Удмуртский диктант, и Министерство национальной политики Удмуртской республики, и Министерство культуры Удмуртской республики. Вот это три наших основных партнера, с которыми мы плотно из года в год работаем, но действительно, мы своими силами, да, идея есть, но без поддержки выше их, конечно, сложно реализовывать. Видите, когда есть вот такая поддержка, намного проще. А так, планы-то, конечно, есть, но один я ничего, конечно, не сделаю. Только команда. Есть семья отдельно, дети. Или, наоборот, ты используешь что-то, что ты, может быть, наработал во взаимоотношениях с дочерью, с сыном, как руководитель, как отец, используешь на работе. Есть вот у тебя это... Я считаю, что я эти вещи всегда пытаюсь разграничивать. Семья есть семья, ну, и воспитание детей, работа есть работа. Ну, в голове, да, конечно, у меня работа, это круглые сутки. Иногда в такие минуты кажется, что человек мало что вообще решает. Вот есть предопределенность, и все. Сейчас думаешь так же, или все-таки иначе? Нельзя сказать, что вот, допустим, даже в твоей судьбе было все кем-то предопределено. Как найти, смотришь, вещи? Ну, в какой-то степени раньше, да, было, наверное, предопределено оно, а сейчас, я считаю, вот только сам я хозяин своей жизни, только я сам сегодня уже должен принять решение, как мне жить дальше, как действовать дальше, как идти по жизни дальше. А вот раньше, по молодости, ну, на самом деле, лет по 40 мне в каком-то плане было легко. Я ни о чем особо не задумывался. Вот шел в том направлении, куда меня уносила, скажем, эта река, река, могучая река жизни. И я считаю, она меня несла правильно. Но вот сейчас, на данном этапе, я чувствую, что должен принимать по жизни какие-то ответственные решения уже сам. Поскольку, наверное, уже состоявшийся взрослый человек, и у меня нет, наверное, уже таких ангелов-хранителей, которые меня по жизни ведут. А если ошибка, Сереж, как относиться к какой-то, к тому, что что-то не получилось, что-то пошло не так? И действительно удается, как руководитель, решать какие-то проблемы? Ну, а как без ошибок? Без ошибок анжела все равно не бывает. И на ошибках в любом случае надо учиться. Да, произошла ошибка, но что ты сделаешь? Она уже все свершилась, это уже свершившийся факт, ты уже ничего не поменяешь. Надо сделать соответствующие выводы и просто идти дальше. Вот как-то вот так вот. Я надеюсь, Сергей Анатольевич, что участие в программе «Сквозь судьбы» ошибкой вы не посчитаете. Всяческих успехов. Пусть мы дождемся каких-то новых, тоже интересных времен, и, наверное, сделаем выводы из любого периода нашей жизни, даже самого сложного. Я тоже так думаю. Спасибо, Анжела, что пригласили. Всего хорошего. И вам спасибо за внимание. Всего доброго. Смотрите «Сквозь судьбы». Субтитры подогнал «Симон»